Вор в законе решил отомстить криминальному боссу Азербайджана. Он нанял 17 киллеров, но проиграл преступная Россия силовые структуры. Полночь 2, 8 февраля 2020 года бешеный бык вор в законе решил отомстить криминальному боссу Азербайджана. Он нанял 17 киллеров, но проиграл. Гурам Чихладзе, Квежуевич. Фото, Prime Crime. На днях турецкая полиция задержали в Стамбуле группу из 17 киллеров. По версии следствия, вооруженные до зубов наемники планировали ликвидацию Надиры Салифова по кличке Гуля одного из главных воров в законе на всем по советском пространстве. Лидером задержанных боевиков оказался 35-летний криминальный авторитет Гурам Чихладзе, Квежуевич. Удивительно, но убийство столь грозного противника, как Гуля, Квежуевич задумал не ради власти или денег, он лишь хотел отомстить за несколько пощечин, которые получил от одного из подручных Салифова. В подробностях того, как задетая бандитская честь едва не закончилась бойней на берегу Босфора, лента.ру разбиралась вместе с порталом о криминальном мире страны Prime Crime. Кровь за кровь. До минувшего лета пути Квежуевича и Гули, в одночасье ставших смертельными врагами, не пересекались ни разу. Гурам Чихладзе сын влиятельного лидера кутаийской воровской группировки Авто Чихладзе, Квежа, убитого в Москве в 1994 году своими же земляками. Пока молодой Квежуевич учился в Англии, старые воры, такие как Сергей Кутателадзе, Байка, выступали против того, чтобы он пошел по стопам отца и стал вором в законе. Но в 2001 году наследник Квежа все же получил воровскую корону при участии друзей своего отца, в том числе Бадрика Гуашвили, кутаийского, и Захария Калашова, шакра молодого, будущего лидера преступного мира России. Позже оба авторитета будут опекать Квежуевича и заботиться о нем. После коронации Квежуевича многие ждали, что он станет мстить за отца. Но молодой авторитет не спешил с вендетой и быстро стал мишенью для многочисленных упреков. Со временем Квежуевич сдружился с влиятельным вором в законе Ревшаном Джаниевым, Линкаранским, и до сих пор поддерживает отношения с людьми из его окружения. Но 18 августа 2016 года Линкаранский погиб от пуль киллеров в центре Стамбула. Родственники погибшего авторитета в первую очередь родной брат Намик решили, что за громким убийством стоит Гули. Гули и Линкаранский долгое время отделили титул главного вора Азербайджана и основной источник прибыли с российских рынков по продаже овощей и зелени. Довольно быстро стало понятно, что два криминальных тяжеловеса мешают друг другу, а потому громкое убийство Линкаранского было довольно предсказуемым. Ревшан Джаниев, Линкаранский Фото – Prime Crime Его брат Намик решился на вендету полтора года спустя. В начале 2018-го во главе бригады из 11 киллеров он отправился на турецкую виллу, где обитал Гули. План был прост – перебить всех до единого обитателя и особняка, а главное не упустить хозяина. Но осведомители предупредили о готовящейся бойне турецкую полицию, и вся бригада наемных убийц, вооруженная автоматами и гранатами, была задержана без единого выстрела. Впрочем, несмотря на провал, близкие убитого авторитета Линкаранского по-прежнему остаются для Гули врагами номер один, как и те, кто с ними дружит. В том числе и молодой Квежуевич. Оскорбленный вор. Встреча в Турции, которая состоялась в августе 2019 года, должна была прояснить, кем приходится Квежуевич главному авторитету Азербайджана другом или врагом. Инициатором встречи стал покровитель Квежуевича Шакра Молодой, он хотел сгладить противоречия между авторитетами и попросил Гули быть со своим протяжи помягче. Одним из вопросов, который предстояло обсудить на встрече, была дружба Квежуевича с человеком из окружения Линкаранского, причастным к убийству 40-летнего вора в законе Алибала и Гамедова, Гаджа Бакинский. Надир Салифов, Гули. Фото, Prime Crime. Встреча авторитетов состоялась 26 августа, на празднике в честь дня рождения одного из друзей Гули, казаха по национальности Армана Джумагельдиева, Дикого. Но приглашенный Квежуевич неожиданно для всех стал вести себя вызывающе, назвал друзьями соратников погибшего Линкаранского и заявил, что они не суки, как их называет Гули. Возмущенный манерой общения Квежуевича с Гули, именинник Дики вмешался в их разговор и сделал наглецу замечание. Тот ответил Дикому дерзостью, за что и получил от него по лицу. Квежуевича там сопровождали два телохранителя, которых к нему приставил Шакра Молодой, объясняет Виктория Гефцер. При этом оба бодигарда ранее отсидели сроки за убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова в 2002 году. Они наблюдали за разгорающимся конфликтом вплоть до самой развязки и даже не попытались вмешаться, видимо, понимая, что правота отнюдь не на стороне Квежуевича. Как бы там ни было, побитый авторитет поспешил удалиться. По воровским меркам, ему нанесли страшное оскорбление, ведь его ударил не вор-человек, занимающий в криминальной иерархии более низкое положение. Арман Джумагельдеев, Дикий. Фото, собака ЗТБ, подчеркивание Казе. Позже воровское сообщество пришло к выводу, что инцидент на дне рождения Армана Дикого был ничем иным, как провокацией, объясняет Виктория Гефцер. Квежуевич любой ценой должен был вывести Гуле на конфликт, что позволило бы его покровителю Шакра Молодому разделять и властвовать. Для Шакра удара по Гуле был очень важен, ведь оказавшись в тюрьме, он стал утрачивать свое влияние, особенно на те процессы, что шли при участи Гуле и Мираба Джангвеладзе, Сухомского. Вот только план не сработал, воры провокацию Квежуевича не поддержали. После разбора полетов на сходке Арман Дикий не залег на дно, чтобы спрятаться от возможной мести оскорбленного им вора. Но и Квежуевич не выразил никакого желания поквитаться с ним, а вместо этого начал свою очень странную игру. Достать ножи. В декабре 2019 года племянник Гули Мага Руставский отдыхал в одном из ресторанов Стамбула. Внезапно туда зашел Квежуевич с группой поддержки из 15-20 человек. Он позвал Руставского и спросил, хочет ли он стать вором в законе. Мага ответил утвердительно. Тогда Квежуевич поинтересовался, почему в таком случае Руставский не вмешался, когда его, вора, избил фраер Арман Дикий. Заподозрив неладное, Мага резко ответил авторитету и тот бросился на него с кулаками. Завязалась потасовка, и в какой-то момент один из пришедших с Квежуевичем ранил Руставского ножом. Пострадавшего госпитализировали, но рана оказалась не опасной, а поисками участников конфликта занялась турецкая полиция. Поступок Квежуевича стал неожиданностью для всех, ведь конфликт у него был не с племянником Гули, а с Арманом Диким, говорит Виктория Гефтер. Теперь Квежуевич получил оппонента еще и в лице Маги Руставского, которого не стоит недооценивать хотя бы потому, что он стремится стать вором в законе. По мнению редактора Prime Crime, нападение на Руставского стало очередной провокацией против Гули. Враги главного авторитета Азербайджана рассчитывали, что он сорвется, допустит ошибку и начнет мстить, а в итоге либо попадет под бандитские пули, либо окажется в руках правоохранительных органов. Убрать Гули любой ценой это вопрос жизни и смерти для его врагов, считает собеседница ленты.ру. Предполагаемые киллеры из группировки Квежуевича после задержания. Фото, Prime Crime. Полиция прослушивала Квежуевича и его людей, а потому их вовремя обезвредили, объясняет Виктория Гефтер. Хотя, как мне кажется, арсенал, найденный дома у вора в законе, похож скорее на оборонительный, а не наступательный. По моим данным, во время задержания Квежуевича и его людей Гули не было в Турции, как и в момент нападения на его племянника Магу. По мнению Гефтер, Квежуевичу в любом случае крупно повезло, полицейские вышли на него раньше, чем люди Гули. Вероятнее всего, в Турции задержанный авторитет надолго не останется и через некоторое время будет депортирован из страны. Причем, чем позже это случится, тем безопаснее будет для неуемного и мстительного вора Квежуевича, который явно избрал себе врага не по росту. Обратная связь с отделом силовые структуры. Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новости или идея для материала, напишите на этот адрес. КРИМАТЛЕНТАКО.РУ Владимир Шарапов